Братья и сестры, мы прочитаем историю, которая записана в книге Исход, 17 глава, с 8 стиха. Книга Исход, 17 глава, с 8 стиха. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. Когда опускал руки свои, одолевал Малик. Но руки Моисеевы отяжелели, тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус амалико и народ его с треом меча. И сказал Господь Моисею, напиши это для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из-под небесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против амалико из рода в род. Моё желание вместе с вами обратить внимание на название, которое Моисей дал жертвеннику. Иегова Нисси. Если у вас открыта Библия, то, скорее всего, у вас ниже есть ссылка, объяснение вот этих слов. Иегова Нисси или Господь, знамя мое. Битва, которая очень сильная, прозвела впечатление на Моисея. Вот такая битва, и особенно победа израильтян, после которой он построил жертвенник. Он построил жертвенник и дал название этому жертвеннику. Господь, знамя мое. Это очень интересная история. Я думаю, история, знакомая с детства, когда очень часто говорили, как важно поддерживать руки Моисея. Мне кажется, главная мысль, главная идея, а не в том, что руки Моисея поддерживали, а главная мысль, главная идея, отрывка как раз-таки в имени Господа, который использует Моисей, Господь, знамя мое. Я думаю, история очень знакома, известна для нас с вами. Амалик – это, скорее всего, такой народ, кочевой народ. Вот здесь очень просто написано, что они пришли и воевали с израильтянами. В книге «Второзаконие» больше объясняется, говорится о том, что же это была за битва. Это была битва с амаликитянами, но поступок амаликитян был очень низкий. То есть это были люди, которые напали на израильский народ сзади. Обычно сзади находились слабые, больные и уставшие. То есть впереди шли воины, а остальные все люди шли сзади, и особенно в конце всегда находились ослабевшие. И вот амалик как раз-таки напал на тех, которые ослабли. Я думаю, вы знаете, что для любого настоящего воина это честь воевать достойно. Может быть, лицом к лицу с врагом. Но вот амалик как раз-таки не был таким. Они напали на невооруженных, напали на слабых. И вот именно это была битва, которую мы с вами прочитали. Что очень интересно, это вот Моисея в некоторых деталях отрывка, очень трудно разобраться. Но я думаю, опять вы видели картинки, когда показывают, как Моисей держит свой жезл, держит у него вертикально. Можно сделать предположение, что было немножко не так. Скорее всего, Моисей держал жезл вертикально. То есть, когда читаешь книгу «Исход», рука Моисея и жезл Моисея, они всегда ведут вместе. То есть, очень часто Моисей держал жезл в одной руке. Это был жезл, которым он пользовался, когда, по слову Господа, приходили казни на Египет. Это был жезл, которым он разделил Красное море. И это был как раз таки жезл, которым он теперь указывал, или поднятый жезл в его руке говорил о победе израильтян в этой битве. Позвольте немножко рассказать вам о том, как вообще появилось то, что мы сегодня называем знаменем. Это очень интересная история, которая как раз таки немножко говорит нам об этом. То есть, обычно, в те времена, допустим, когда жил Моисей и позже, когда люди воевали на поле, воевали оружием, мечами, копьями. То есть, очень важно было для воинов, которые ведут этот бой, знать направление боя. И очень важно было, чтобы кто-то из военачальников находился где-то на высоте, для того, чтобы наблюдать за битвой. И вот как раз таки у этого военачальника находилось копье. Копье, которым военачальник показывал направление битвы. То есть, воины, когда вели бой, близкий бой, они смотрели не только на противника, но краем глаза, они очень часто должны были обращать внимание на то, что показывает копье военачальника. Вы знаете, ну опять можно сделать предположение, что копьев в войске было много. И вот к самому главному копью, к концу самого главного копья привязывали ткань. То есть, так появилось то, что мы теперь сегодня называем знамя. Вот Моисей говорит, что Господь – это знамя мое. То есть, изначально кусок материи, который привязывали к острию копья, для того, чтобы воины могли видеть направление битвы. То есть, начальник, военачальник, командир, он показывал, куда должно идти направление. Но сегодня, вы знаете, скорее всего, нет такого народа, у которого не было бы знамени. С самых древнейших времен мы знаем, что у всех народов есть то, что называется знамя. Немножко значение знамя не поменялось, но вы знаете, вот сегодня знамя для страны – это святыня. То есть, знамя для страны – это святыня. И особенно, когда вот идет война, вы знаете, знамя очень часто, оно вдохновляет воинов. А почему оно вдохновляет воинов? Потому что знамя – это то, что соединяет их вместе. Это то, что соединяет их вместе. Это то, ради чего они идут в этот бой. То есть, вы знаете, вот потерять знамя во время битвы – это глубокое поражение. И с другой стороны, взять знамя врага во время битвы – это глубокая победа. То есть, знамя, оно несет себе вот такую вот, вы знаете, вот честь для воина. То есть, вот такой вот смысл и значение. «Итак, Иегова неси, Господь, знамя мое». То есть это имя Бога, которое очень богато значением. Вы знаете, Моисей делает очень интересный вывод. Опять вот история такая, что руки у него устали. То есть можно предположить, это мое предположение, что сначала он жезл держал в одной руке, не мог долго держать, потом нужно было держать в двух руках этот жезл, и он не мог их в двух руках держать. Потом подошли Арон и Ор, они подставили под него камень, он сел на этот камень, и они поддерживали его руки. В то время, когда он держал жезл. То есть очень интересно, после битвы Моисей, ну, может быть, анализируя, он смотрел вот на эту битву, на то, что произошло другими глазами. И он увидел не себя на камне с жезлом в руке, а он увидел Господа. Устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси, ибо сказал он, рука на престоле Господа. То есть Моисей увидел руку Бога, которая была поднята. Рука Бога, которая была поднята. И Бог тоже находился на престоле, только вот у Бога не было помощников. Руки Бога не нужно было держать. У Моисея были помощники, у Бога не было помощников. Что же это за образ, что же это за символ, что понял Моисей? Вы знаете, Моисей понял, что не его жезл дал победу израильскому народу. Вот именно победу Иисусу Навину и его воинам. Он понял, что это Господь, это его рука, поднятая вот как символ победы. И вот когда воины вели вот эту вот битву, они смотрели на Моисея. И когда вот его рука была поднята, это было вдохновение для воинов. То есть они продолжали битву. Когда его руки отпускались, то это было немножко сложнее воевать. То есть Моисей понял, что победу одержал Господь. Ну вот что я хочу вам сказать, дорогие друзья, братья и сестры. Очень интересно вот эти пророческие слова Моисея. Да, Господь, знамя мое. Дальше, когда пророк Исаия будет писать пророчески об Иисусе Христе, он скажет следующие слова. И будет в тот день к корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. То есть очень интересно образ Мессии. Он становится, приобретает вот этот вот образ знамени. То есть знамя, о котором говорит Моисей, Господь, знамя мое, а затем повторяет Исаия, говорит, что корень Иисеева станет знаменем для народов, и к нему обратятся язычники. Вы знаете, потом, когда придет наш Господь, он будет говорить с Никодимом, он скажет ему следующие слова. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы знаете, вот этот вот змей, о котором говорит Господь, он тоже был вознесен на шесте или на жезле. То есть это тоже было знамя, на которое люди могли смотреть. Христос говорит о себе, что Ему должно быть вознесено. И действительно, Он был немножко вознесен от земли во время распятия. И Священное Писание говорит нам, что это про образ нашего Господа. Вы знаете, братья и сестры, вот сегодня мы с вами вот живем, вот время, вот сегодня уже вот сестра молилась и говорила, что тяжело нашим детям, потому что очень развращенное время мы сами можем переживать о своей жизни, может быть, что-то замечаем, можем переживать о жизни церкви. Я думаю, это очень интересно и очень важно увидеть наше знамя. Вы знаете, вот для воина видеть своего военачальника, видеть своего командира, это всегда глубокое вдохновение. Вы знаете, вот командир есть, и значит, вот битва, она будет идти. Я как-то слышал, что, вы знаете, вот военные люди, когда вот ведут они бой, они говорят, что очень часто от командира очень много зависит. Вот иногда вот убьют командира, и все вот, вот эта группа людей, она просто теряется, потому что нет командира, а нет того, который вот командует, нет того, который вдохновляет. Я думаю, сегодня для нас очень важно вот видеть наше знамя, видеть поднятую руку Господа. Мы не знаем, что Бог сделает вот в течение нашей с вами жизни, но мы должны помнить и понимать, что Его рука поднята, а рука нашего Господа, она пронзенная гвоздями, она поднята. И это для нас с вами символ победы. Символ победы, на которую нам нужно смотреть, чтобы пройти вот эту вот жизнь. Пусть Господь нас с вами в этом благословит. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...